моделька которую можно сделать своими руками подставка под горячая две кнопочки и веревка давайте мы веревку отрежем таким образом чтобы она была равна длине окружности которая ограничивает наш круг собственно говоря что такое число пи это отношение диаметра длине окружности посмотрим сколько диаметров даст нам эта веревка раз-два-три с копейками то есть вот пи равно 3 с копейками и вот за этот хвостик собственно говоря и была всегда борьба древние приближали с помощью правильных многоугольников и достигли довольно хорошей точностью вот ту точность который все помнят 314 3,14 собственно говоря что такое пи это отношение длины диаметра к длине окружности и кое в том что у вас не различаются у разных окружностей это отношение от константы что делали древние они списывали описывать правильные многоугольники и приближались к длине окружности архимед архимед посчитал два знака числа пиа самое главное оценил что пи лежит между между 3,172 и 3,17 то есть зажал пи между двумя конкретными числами дальше был кладби потолемей который уже рассмотрел не как архимед 96 угольник 720 угольник и посчитал три знака числа пи лёхуэ рассматривает 3072 многоугольник и пять знаков числа пи дальше был самаркандский ученый который рассмотрел 805 тысяч многоугольник самом деле 3 на 2 в двадцать восьмой степени чтобы каждый раз удвоять удвоялись количество сторон ему было проще считать 16 знаков получил правильных числа пи раумен голландец 1597 год рассмотрел один миллион там с лишним многоугольник 2 в тридцатый 17 знаков числа пи но и остановимся на очень известный фамилия цель 32 это сотни у нас это 32 миллион угольник 20 знаков и на самом деле он написал в своем труде кто захочет может пойти дальше потом сам не выдержал и увеличивал и досчитал до 35 знаков вот дальше была иром там собственно говоря математического анализ когда пи через ряды и при сходимости ряда брали как можно больше число и приближали этим число пи но из таких из важных свойств это конечно и рациональность числа пи которая была доказана ламбертом в 1761 году линдеман в 1882 году доказывает трансцендентность числа пи и собственно говоря этим завершила доказательство того что невозможна квадратура круга с помощью циркуля и линейки а есть очень интересные тоже теоремы гельфонт в 1934 году доказывает что е в степени пи трансцендентное число а не владимирович нестеренко завкафедры кафедры кафедры теории чисел на механико-малтематическом факультете мгу например показал что пи плюс е в степени пи это трансцендентное число или там пи умножить на е в степени пи трансцендентное тоже число и там еще масса интересных вещей кто захочет может залезть в книжечку жукова о числе пи в брошюрку и почитать как развивалась история